Дорожная сеть 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 Владимир Низьев Главный дорожник регион Рассказывает о грандиозных планах на лето Сезон короткий А успеть нужно многое Например провести капитальную реконструкцию Дороги от так называемой кольцевой до аэропорта На этом участке Вместо старого асфальта Положат новый Неудобства, пробки Извиняемся Но должны сделать полный Капитальный ремонт Работы, впрочем, чаще будут вестись в ночное время В помощь местным специалистам Привезут примерно 60 мохтовиков В основном это опытные мастера по асфальтоукладке А в общей сложности В модернизации дорог Задействуют около 150 человек Капитальный ремонт этим летом проведут еще в двух местах На улице Первомайская и Хатанзейского Там тоже появится новый асфальт Морской порт в ожидании навигации В десятых числах июня в Наринмар придет судно с первым грузом для дорожников Материалы везут из Занеги Партия небольшая Железнобетон, битум и арматура Больше на корабль просто не помещается А всего за лето в столицу региона На дорожные цели доставят десятки тысяч тонн груза Это небывалая цифра Материал, который остался у Дуримстроя еще с прошлого сезона Уже пустили в дело В поселке Искатели начали латать бесконечные выбоины Но как только в Наринмар доставят первый груз Устранять ухабы будут новой вязкой смесью Она намного прочнее и долговечнее Планируем применение минерального порошка Что ни разу не применял Ну будем видеть Это для лучших свойств асфальтобетона Никогда не применяют Ну и материал, тут все зависит от материала Какой поставят материал Вот, тогда будет асфальт И качество от этого зависит Долговечность и так далее Задача дорожников выполнить ямочный ремонт От поселка Геологов и вплоть до рыбокомбината То есть привести в порядок всю трассу Идущую из города в Искателей Планы все равно большие И наконец-таки добить дороги Добить за один сезон не получится Но более-менее привести в соответствие По нормам, да, это возможно Возможности и правда большие Техника есть, материал будет Да и специалистов хватает А потому и решили Если ремонтировать, то по максимуму Тяжелая техника доберется и в эти края Дорога на Красное Летом запланирован целый комплекс По ее реконструкции Здесь строители хотят внедрить Пластификаторы Вещества, которые придадут Дорожному покрытию Совершенно новый облик У нас переходный тип покрытия Это стабилизатор Глинистых грунтов Который, в принципе, должен дать Эффект как нового покрытия Эта, в принципе, технология применялась На северах, в частности, в Ханты-Мансийском округе И поэтому, если сойдемся в цене И получим кое-какую экономию То постараемся применить ее здесь Торги на проведение работ будут объявлены в июне Цена контракта свыше 180 миллионов рублей В его стоимость войдут работы И по ремонту участка автодороги Наринмар-Лаевош Протяженностью 97 километров В планах на ближайшие годы И строительство четвертого участка Автотрассы Наринмар-Русинг Со стороны Коми планируется построить почти 15 километров Цена вопроса 1 миллиард 800 миллионов рублей Чтобы в Наринмаре построить 1 километр дороги В среднем необходимо потратить 50-70 миллионов рублей В других регионах сумма разная Разброс цен получается довольно большой Один из самых дешевых километров 14 миллионов Это дорога в Сахалинской области Ну и самый дорогой контракт Строительство дорог в Московской области Каждый километр потребует почти 600 миллионов рублей А если в целом, то по данным Минтранса Один километр трассы в России В среднем обходится 41 миллион Новый микрорайон Улица Авиаторов Сеть новое строительство 1700 метров Эти земли нетронутыми оставались долгие годы Уже сегодня здесь современный жилой комплекс С собственными дорогами Первые 700 метров рабочие сдадут в следующем месяце К концу августа стальной участок Технологии при строительстве также используются новые Многие годы всегда говорили, что в Наринмаре плохое качество асфальта Привозили материал неоднородный Проходилось, я понимаю, искусственно подбирать все, с чего было В том числе применяли вот такой песок Вот, с глиной, которая, ну, для технологии-то вообще неприемлемо Вот И от этого получилось, получалось качество А точнее, вообще никакого качества Смесь, которую дорожники использовали последние несколько лет В руках рассыпалась, при дожде растворялась Вот и говорили люди Ямочный ремонт – это деньги на ветер А логично делать ямочный ремонт? Конечно, нет Бессмысленно, его тут же выбивает Большие машины сразу выбивают все Тогда нужно что? Полностью заменять асфальт Дорожное покрытие полностью менять Надо просто один раз нормального подрядчика взять Нормальный надзор и нормально сделать И все, как бы дороги 10 лет стабильно прослужат И кажется, услышали Обновление дорог – это только начало большой работы По модернизации всей транспортной инфраструктуры региона Впрочем, есть одно большое «но» Только ДРСУ стоило заключить договор на поставку материалов с одним поставщиком Как контракт сразу же сорвали Федеральная антимонопольная служба без объяснений заморозила все документы Если торги не состоятся, это будет означать, что материал в регион не доставят Сезон для дорожников окажется провальным И никакого капитального ремонта Все решится в ближайшие дни Тем временем уровень воды в районе Наринмара за последние сутки повысился на 14 сантиметров Отметка в 489 сантиметров Хоть и не критическая, но вода на спад пока не идет К слову, она будет подниматься и дальше Пик ожидается 3 июня Тогда Печора поднимется до отметки в 550 сантиметров Критическая планка, впрочем, превышена не будет Но в целом, поводок в этом году жителям региона особых проблем не принес А красновцы, несмотря на отсутствие моста, даже связь продолжают держать с городом Как расскажет Валентина Чебичек Собираемся перебраться на тот берег реки Обещали нам в 9 часов Сейчас у нас уже почти 10 скоро Пока нет переправы Любовь Смирнова вместе с коллегами приехала в округ изучать поводок И по иронии судьбы, научные сотрудники на время стали его заложниками Для обследования водных территорий им надо добраться до Красного Мост через Кую сняли в середине месяца Установят не раньше 30 мая Вообще, мне кажется, что если там живет полторы тысячи народу, то они как-то должны жить И какое-то вообще сообщение должно быть с этим В период распутиться транспортным сообщением служит частный перевозчик Два раза в день, утром и вечером он переправляет на городской берег Куи и обратно 10 человек Именно столько людей помещается в Буханке, ведь пассажиров надо еще доставить до Красного Вся дорога от поселка до моста по залитому грунту занимает около двух часов Экстремальная, конечно, езда, еще и холодно сегодня Конечно, хотим, чтобы мост не снимался вообще, чтобы не было таких проблем Чтобы всегда можно было поехать в город и знать, что действительно ты поедешь, успеешь В общем, и обратно еще вернешься Потому что сегодня не знаю, вот как опять Вы сегодня обратно не едете? Ну, сказали, что вряд ли Вопрос о строительстве постоянного моста жители Красного ставят не первый год Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Такой проект переправы имеет с 90-х годов По проекту мост располагается в районе озера Харитоновка Нынешнее место слишком топкое для больших конструкций Там предполагается два моста Один у Харитоновки небольшой, и следующий через Кую побольше мост Есть проект, но старый, то есть это надо по новой проектировать Тут проект никуда не годится Планируем на следующий год проектирование заказать Но настройка там уже как получится Строительство двух мостов сопоставимо в цене одному из участков Усинской дороги Не менее дорогостоящим будет и проект Его судьбу определят депутаты на бюджетных слушаниях Валентина Чибичек, Вадим Носкин и Леонид Шишелов, Телеканал Север Ненецкий округ возглавил антирейдинг по количеству чинов В структурах различного уровня работают почти полторы тысячи госслужащих Много это или мало, и каково оптимальное количество регионального государственного аппарата Этот вопрос взялись обсудить активисты Общероссийского народного фронта На каждую тысячу жителей в Ненецком округе приходится 9,25 государственных служащих Благодаря этой цифре Ненецкий округ занимает первое место в антирейтинге регионов По данным Росстата на 1 января этого года в округе работают 1432 госслужащих Федеральные органы содержат штат в 752 человека, окружные – 459 В муниципалитетах работают более 500 служащих Судебную власть и прокуратуру представляет 127 работников Органы законодательной власти – 62 Численность госслужащих в первую очередь зависит от возложенных на регион фунт В прошлом году округ возвратил себе полномочия от Архангельской области Это обеспечение мировых судей, ЗАГС, архив и отраслевые направления А это новые ставки Руководитель аппарата администрации Сергей Руженков считает Оптимизация – это не сокращение, это правильное выстраивание вертикали власти Валерий Чупров тоже считает, что дело не в цифрах, а в полномочиях Количество госслужащих пропорционально полномочиям, которые выполняет регион Постоянно сокращать аппарат невозможно Другое дело, каково качество государственных работ и услуг Вопросы о избыточном аппарате, о избыточной численности Ставятся населением в связи с тем, что есть проблемы с качеством работы То есть говорят, там не можем добиться, там не можем получить Отсюда возникают справедливые какие-то, может быть, нарекания Вопрос оптимизации аппарата госслужащих остается открытым Обсуждения продолжатся Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север» Начинающих и уже опытных предпринимателей поддержат словом и делом Вслед за большинством субъектов Российской Федерации В Ненецком округе появился фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Чем же будет заниматься новая некоммерческая организация, нам рассказал ее директор Алексей Попов Его появление давно ждали в Ненецком округе Фонд – это не только необходимые условия для получения софинансирования программ по поддержке малого и среднего бизнеса из федерального бюджета Но и реальная поддержка каждого, кто хочет заниматься своим делом, но не обладает достаточными для этого знаниями и умениями Новая организация берет на себя решение ряда материальных задач, таких как поручительство, микрозаймы до 1 миллиона рублей, гранты и субсидии на развитие бизнеса То есть фонд выступает своего рода оператором мер государственной поддержки Источником финансирования организации станет взнос учредителя фонда, которым является администрация округа Фонд будет принимать заявки на займы, поручительства и субсидии, рассматривать их и оценивать А дальше документы пойдут в Комитет инвестиций и развития предпринимательства, который уже будет принимать решение об оказании поддержки Гранты будут выдавать на конкурсной основе главный критерий отбора четкий бизнес-план и добросовестность предпринимателям, то есть отсутствие задолженностей Кроме того, специалисты фонда окажут консультационную и информационную поддержку всем начинающим предпринимателям и предпринимателям, которые хотят дальше развивать свой бизнес На базе организации будут проходить семинары и тренинги, в том числе с приглашением лекторов из других регионов Кстати, такие фонды есть в большинстве регионов России, где они успешно работают и оказывают реальную поддержку малому и среднему бизнесу В штате фонда есть проект-менеджеры, экономисты, юристы, бухгалтеры, в общем, все те эксперты, которые могут ответить на любой вопрос бизнесменам Главная цель – это развитие предпринимательства, чтобы у нас в регионе создавались новые субъекты бизнеса И которые создавали новые рабочие места во внебюджетном секторе экономики И в будущем зарабатывали свои миллионы и в будущем платили налоги в казну нашего региона По словам заместителя губернатора Владимира Бланка, создание такой некоммерческой организации позволит уже в этом году дополнительно создать от 70 до 100 новых рабочих мест Фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства уже начал свою работу по адресу переулок Арктический, дом 3, кабинет 306 Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север» Лукоил «Севернефтегаз» на этой неделе провела конкурс профмастерства лучших в профессии Определяли на Южно-Хильчевском месторождении В числе участников – самые лучшие и успешные работники нефтяного предприятия За соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа Алина Ваучейская с подробностями Их жизнь проходит в атмосфере нефти и газа В этом конкурсе участвуют только лучшие из лучших, так называемые элиты Которые днями и ночами трудятся на промыслах Лукоил «Севернефтегаза» 44 работника крупнейшей нефтяной компании, 12 призовых мест, 6 номинаций Здесь собрались лучшие из лучших цехов, которым доверили участвовать Из этих лучших будут выбраны достойные, которые поедут дальше в Лукоил-Коми представлять ТПП «Севернефтегаза» После приветственного слова участники сразу отправляются выполнять задания Этапа 2 – теория и практика В первом нефтяников проверяют на знания техники безопасности и охраны труда Второй этап – демонстрирование профессиональных навыков В номинации «Лучший электрогазосварщик» соревнуются 6 специалистов Задача – соединить сварочным швом две трубы Оценивается не только качество выполнения, но и скорость Максим Бублик в нефтянке работает всего 4 года, участвует в конкурсе впервые Готовился почти месяц, но все равно волнуется Я волнуюсь, честно говоря Я еще не отошел от этого, от сварки Потому что это все на время Нужно учитывать, во-первых, время, во-вторых, качество В-третьих, соблюдать правила техники безопасности Все в голове вот так вот, так что очень сложно Многих даже трясет бывает Волновался не зря, стал лучшим по профессии в номинации «Электрогазосварщик» Помимо этой еще 5 номинаций Следственный ремонтник, оператор товарный Машинист технологических насосов Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки И самая важная номинация Оператор по добыче нефти и газа В ней лучшего выбирают из 9 человек Оператор Денис Ануфриев Уроженец поселка Харивер Уже опытный участник конкурса профмастерства В 2013 году он стал лучшим по профессии Среди работников «Лукойл Севернефтегаза» Затем лучшим на втором этапе конкурса в «Лукойл Коми» И третьим на конкурсе среди работников «Лукойла» всей страны На том конкурсе, во-первых, было то, что я с тем оборудованием Раньше не работал и не сталкивался Но мы обучались в Мусинске этому С ребятами тех, кто умеет это Они обучали меня Было интересно, адреналина много Там чуть-чуть не до паники уже Но понравилось, в общем, очень сильно понравилось Сейчас Денис участвует больше для себя, нежели на результат Нужно отдавать дорогу молодежи, считает мужчина Кстати, так и получилось Среди победителей и призеров две трети молодых специалистов В первую очередь мы ставим показать профессионализм наших работников Желание их расти Уметь все, что возможно Предлагать новое, что они знают, что умеют И учить опытным работникам и опытным участникам Учить молодежь, продвигать молодежь И представлять «Лукойл» в лучшем свете Погазители и призеров наградили грамотами, денежными премиями и бурными овациями Теперь они будут готовиться ко второму этапу конкурса, который пройдет в Усинске И уже на нем определятся те профессионалы, которые будут защищать честь компании «Лукойл Севернефтегаз» на всероссийском уровне Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Южно-Хольчуевское месторождение, Нинецкий автономный округ Ну и ни для кого не секрет, что работа на месторождении опасна и трудна Ведь порой к нефтяникам нежданно могут нагрянуть косолапые гости Что делать, если вы встретились с белым медведем? Этот вопрос лег в основу семинара по предотвращению конфликтов с хозяином Артики Он прошел в Креческом музее, по словам специалистов Всемирного фонда дикой природы Белые медведи в Нинецком округе агрессивнее своих собратьев с Чукотки и острова Врангеля Животные опасные и в то же время краснокнижные, и защита от них нужна особенная История о медведице на Тобойском месторождении облетела весь Северо-Запад 19 ноября самка белого медведя заглянула на огонек к вахтовикам Сначала непрошенного гостя, который то и дело заглядывал в вагончики, отпугивали техникой Зверь уходил, но ненадолго Тогда было принято решение отвезти медведицу на остров Долгий На семинаре по предотвращению конфликтов с белым медведем этот случай взяли за основу Мы хотели также совместно обсудить некоторые моменты, поделиться своим опытом по прошлогоднему бездвиживанию медведя И разработать, наверное, какой-то алгоритм действий с окружными властями по предотвращению конфликтных ситуаций в дальнейшем Операция по спасению вахтовиков и медведя была практически спонтанной В округе нет официальных документов и руководства по обращению с белыми медведями Производить какие-либо действия со зверем запрещено без специального разрешения Животное занесено в Красную книгу А ведь медведи – частые гости в Амдрами на Колгуеве в месторождениях Помочь найти общий язык со зверем приехали специалисты Всемирного фонда дикой природы У них уже есть опыт работы с амурским тигром На Дальнем Востоке создана межведомственная группа реагирования Их задача будет иметь возможность и знание, опыт и умение Для оперативного реагирования на возникающие конфликты в любом точке Ненецкого автономного округа Выезда туда и принятие адекватного решения В группу реагирования войдут специалисты Всемирного фонда дикой природы Администрации округа, нефтяных компаний, Росприроднадзор, пограничные службы, МЧС и МВД Им предстоит разработать алгоритм действий для тех, кто столкнулся с медведем Причем отдельно для населения и нефтепромысла Если в поселке можно использовать сигнальные ракеты На месторождении эти средства отпугивания животных запрещены Памятку планируют выпустить до начала зимнего сезона Валентина Чибичек, Антон Водоряков, Телеканал Север Собака бывает кусачей Вечерняя прогулка обернулась кровью и швами на лице На одной из детских площадок города на этой неделе девочку искусала собака Пострадавшую срочно отвезли в приемное отделение, где ей наложили несколько швов Хозяин пса о случившемся знает, но животное до сих пор продолжает разгуливать среди детей Я услышал детский плач Я не видел, как она укусила ее Я обернулся, смотрю, девочка стоит маленькая, плачет Дети были рядом с ней, говорили, что у нее кровь Андрей очевидец несчастного случая На детской площадке проезда торговой собака покусала девочку Ребята и взрослые, которые находились рядом, отреагировали быстро Отогнали собаку, отыскали квартиру и отвели девочку домой Вскоре за ней приехала скорая Что тебе делали? Зашили тут и еще укол делали Больно было? Нет Ну, как ты себя сейчас чувствуешь? Хорошо Три шва на лице и 10 дней уколов Результат вечерней прогулки После детского сада Таня с подружками, как обычно, гуляла на детской площадке Когда пришло время расходиться по домам, на нее внезапно напала собака Если бы не помощь взрослых, швов могло быть намного больше Позвонили мне в домофон, я сразу выбежала, встретила ее Там было очень много ребят, девочки, мальчики Сопровождали ее Потом все стояли, переживали, ждали, когда Таня из больницы придет Когда Таня указала на собаку, от которой пострадала, родители, честно сказать, не удивились Джек из соседнего дома не раз агрессивно лаял на прохожих и велосипедистов Видимо, поэтому пес гулял в наморднике Иногда, но только не в тот злополучный день Владелица собаки о случившемся знает Но какого-либо соучастия и сожаления не проявила От комментариев отказалась Мама Тани будет отстаивать здоровье дочери в судебном порядке Все материальные затраты могут быть возмещены в порядке гражданского судопроизводства Иск подается к ответчику, то есть к владельцу животного И также может быть взыскан моральный вред В связи с тем, что ребенок испугался, понес некую психологическую травму По словам помощника судьи, такие случаи судебного разбирательства в городе редкие Чаще всего нападают бездомные животные За бродягу ответить некому, в отличие от питомца Хозяева до последнего верят, их собака не способна покусать человека Но практика показывает обратное А вообще в таких домах собак, я считаю, что вообще не нужно держать Или надо гулять с ней Гулять, чтобы она по двору не бегала Потому что ведь собака, я говорю, непредсказуемое животное Пока Таня ходит на уколы, Джек продолжает гулять во дворе, рядом с детьми Согласно ветеринарным правилам, собака, укусившая человека В течение 10 дней содержится под присмотром После истечения срока ветеринар выписывает справку о состоянии животного Если бешенство не обнаружено, лечение не назначается Достаточно гулять с питомцем на поводке и под присмотром Одно из самых посещаемых культурных учреждений округа отметила свой юбилей Нинецкой центральной библиотеки имени Печкова Исполнилось 85 Дворец книг был и по сей день, несмотря на популярность интернета Остается крупнейшим информационным, краеведческим, образовательным и культурным центром Сейчас каждый третий житель Наринмара постоянный клиент библиотеки Об интересных исторических моментах и современных достижениях книгохранилища расскажет Любовь Пермякова История работы Нинецкой окружной библиотеки началась с весны 1930 года Тогда библиотека временно размещалась в красном уголке телевисочной Нинецкой школы Было организовано более 20 передвижек по красным уголкам, ликпунктам, избам, читальням Затем библиотеку перевезли в Наринмар В 1983 году за высокие показатели и отличную постановку библиотечного обслуживания населения Ей было присвоено звание «Библиотека отличной работы» В 1980 году округу за библиотечную работу в течение пятилетки Четыре раза присуждалось переходящее красное знамя облисполкома Я хочу вам напомнить, что в истории нашей библиотеки И в истории округа есть замечательные три года Мы три раза получали переходящее красное знамя За лучшую постановку библиотечного обслуживания в области Но поскольку три раза подряд было дать нельзя, потому что знамя оставалось на постоянно Нас наградили сначала два раза, а потом через год еще раз В 1998 году библиотека переехала в холодное и неуютное здание морского порта По улице Портовой 11 Но библиотекарей и читателей этот переезд уже не очень расстраивал Потому что все отделы разместились под одной крышей И наконец в октябре 2007 года состоялось торжественное открытие библиотечного дома А 6 ноября двери библиотеки были распахнуты перед читателями Которым были предложены комфортные условия для работы и отдыха Сейчас у Ненинской библиотеки не только богатая история, но и богатый универсальный фонд Который насчитывает более 130 тысяч документов на различных носителях Это книги, журналы, газеты, статьи и электронные ресурсы Есть электронный доступ в президентскую библиотеку Более 11 тысяч человек посещают это культурное учреждение Для молодежи организована школа правового информирования Для людей пожилого возраста курсы компьютерной грамотности И, конечно, самые любимые посетители библиотеки, которым уделяется особое внимание И многочисленные мероприятия – это дети Хочу сказать, что нас активно посещают дети библиотеку И сейчас возрождаются, я считаю, традиции семейного чтения Потому что в выходные дни особенно к нам приходят с семьями Библиотека воспитала много талантливых поэтов и писателей И сегодня уже ей посвящат стихи как вдохновительнице литературного слова Растет наш город вширь и ввысь И вместе с ним библиотека Я счастлив, что мечты сбылись читающего человека И в этот яркий юблей, когда идет борьба за слово С экрана слышим у Печкова Его любовь к земле сильней И пусть прогресс шагает в гору Но чтоб любовь светла была Я говорю, душе дай слово Из книг, что в жизни два крыла Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Леонид Шишелов, телеканал «Север» Но в пятницу стало известно имя самой красивой девушки из заполярной столицы Титул «Мисс Наринмар-2015» достался Кристине Марковой из поселка Искателей Девушке всего 16 лет, она учится в 10-м классе Но, несмотря на свой юный возраст, Кристине удалось обойти всех своих соперниц Их было 7 Первой вице-мисс стала Зоя Гусарова Второй – Анастасия Кошелева Победительница, помимо заветной короны, получила ценный приз и путевку на конкурс «Краса России» Там Кристине Марковой предстоит представить наш регион Вот такой он эталон красоты Это были главные события минувшей недели По крайней мере, мы их видели именно такими Спасибо, что были с нами И до встречи на севере